Ну а начинаем программу с матча 28-го тура Ворскла-Металлург-Донецк, который закончился громким скандалом. Гол ценой в Лигу Европы. Защитник Металлурга Александр Воловик переправил мяч в ворота Ворсклы, когда уже истекла пятая, компенсирована ко второму тайму минута. Гол, вызвавший бурю эмоций как у одних, так и у других. Полтавчане считают, что было нарушение правил против Непогодова. Дончане настаивают, что вратарь сам ошибся без чужой помощи. Кстати, пенальти ворота Полтавчана арбитр встречи Анатолий Жапченко все же назначил, когда Далку завалил Трауре в собственной штрафной. Но после отмашки Натальи Рачинской об офсайде свое решение изменил. Не по-весеннему жаркая погода сказалась на игре обеих команд, достаточно скромные на голевые моменты. Хотя, будь поточнее Трауре, завершавший рыбкой диагональный навес и был бы первый гол красавец, как и сухой лист в исполнении Громова. Далеко не факт, что Панькио смог бы дотянуться до мяча, залить и он в девятку. Ничья была бы более справедливым исходом, но 96-я минута дала одним практически путевку в Еврокубке, а другим повод говорить о заговоре против полтавской команды. И сейчас мы увидим, что сказал в интервью телеканалу «Футбол» Олег Бабаев сразу по окончании матча. Эта часть интервью не была показана в эфире, сейчас вы ее увидите впервые. Я вам скажу, вот такие судьи, как вот этот Жабченко, да, это позор, стыд и ужас нашего футбола. Вот этого негодяя, его не то что допускать к высшей лиге, его вообще надо выгнать с футбола, отлучить его, чтобы он даже и близко не подходил. Я такого наглости, такого свинства, такого хамства за свои те, что вот я 9 с лишним лет президент Ворсла, я еще такого не видел. Это явная, открытая, знаете, я сейчас одно могу сказать. Естественно, что он заинтересован, естественно, что я думаю, что ему предложили хорошую сумму денег. Вот я скажу так, я как член исполкома Федерации футбола подниму этот вопрос, я сделаю все, чтобы этот негодяй больше на поля нашей футбольной Украины не выходил. Такое безобразие, такой ужас, такое издевательство над командой, над болельщиками, над городом, это, вы знаете, это просто ужас. Недавно вот этот вот, я хочу спросить у господина Калины, вот этот вот деятель недавно судил нас с металлистом, он творил то же самое. Ну, после того, как уже команда развалилась, там он начал уже по игре судить. Как он назначается через игру сюда, в Полтаву? Для кого он носит эти деньги? Вы понимаете, я сейчас могу сказать, что, конечно же, такого хамства я в своей жизни не видел, потому этот человек заслуживает самого серьезного наказания. В ближайшее время я перед Коньковым поставлю вопрос по вот этому мерзалцу, но с ним надо сделать что-то, потому что такие судьи, они заслуживают самого сурового наказания, и они не должны быть в нашем футболе. Это, знаете, это гниль, это гнойный нарыв, который надо вырезать сейчас, чтобы дальше другим было неповадно. Ну, вот, признаться, сколько вот знаем Олега Бабаева, вот в таком состоянии его видим впервые. Да, бывает у него плохое настроение или еще что-то, чаще всего это бывает очень редко, тем более, когда он выходит перед камерами в плохом настроении. Ну, в лучшем случае он всегда с иронией что-то может сказать, когда чем-то возмущен. Сейчас же мы слышим прямые обвинения Жапченко, не то чтобы в намеренных каких-то ошибках, а в намеренных ошибках, потому как Жапченко был коррумпирован. Вот, вы вчера разобирали этот матч, Виктор Александрович, скажите, вот у вас коротко, ваше впечатление, у вас по матчу сложилось, что Жапченко действительно убивал Ворскул 90 минут? Ну, я думаю, что мне, как мне показалось, судейство было непредвзятым. Трудно сказать, какие обоснования, может, эмоции, может, после игры сразу, и этот фрагмент с мячом, может, он повлиял. Но, так сказать, чтобы внимательно мы смотрели игру, сказать, чтобы явно был на стороне металлурга, донецкого судья, я не могу так сказать. Ну, давайте для этого мы сейчас посмотрим все эпизоды, которые имели место быть, да, и сделаем для себя какие-то выводы или не выводы, но так или иначе. Сразу начнем с гола, да, Сергей. Ну, наверное, вам слово. Ну, давайте разберем сначала первое. Значит, позиция Жапченко. Вроде она как правильно при стандарте, а он занял позицию правильную. Но, единственное, видите, он перекрыт большой группой игроков. И он четко не видел, что же произошло. Или действительно было нарушение против вратаря, или вратарь вышел, макнул мимо, начал сам. Ну, вот, допустим, эпизод-то вообще начинается не с Жапченко, да, вот, если мы его видим сразу, он начинается с бокового арбитра. Потому как футболист, который, собственно, замешан в эпизоде, да, с иголкипером, он находится в положении вне игры. Вот можно нам еще раз его увидеть? Еще раз давайте и стоп-кадр сделаем. Да. И мы на это посмотрим. Да, мы посмотрим. Вопрос ли тут, как бы, к Жапченко изначально, или нет? Можем мы еще раз посмотреть, пожалуйста? Дайте нам этот фрагмент. Ну, это, собственно, сам гол. Софсайдной камеры нужно. Да, софсайдной камеры мы смотрим. Вот. Нет, все-таки я думаю, что тот игрок, который выходил на вратаря, он находился на одной линии. Может, дальний игрок был. Дальний игрок, да. Дальний был, может, вне игры. А этот находился в правильном. Дело в том, что как раз Воловик и забил. Воловик там был. На одной линии? Нет. Я тут могу с вами поспорить. Ну, давайте перейдем ко второй фазе, все-таки решающей. Действительно, здесь было нападение на вратаря. Игрок Металорга, видите? Своей левой рукой не дал вратарю выпрыгнуть на мяч. То есть он задержал его рукой. Но тут вопрос... Ладно, Жапченко, я сказал причину, почему он не видел. Он мог через группу игроков скопления четко не видеть. Но тут мы в прошлой передаче с вами говорили о дополнительных арбитрах. О манекенах. Я их уже называю и стойки, и манекены. Вы понимаете, вот кого нужно в первую очередь ругать. Даже не так Жапченко, а как дополнительные арбитры. Сергей, я правильно вас понимаю, мы приходим так или иначе к ситуации, при которой гол был забит с нарушением. Забит с нарушением однозначно. Однозначно, однозначно это нарушение правил. И я удивляюсь, во-первых... А Виктор Александрович, вы вчера что в программе говорили? Вы к какому выводу пришли? Вы вчера на футбол-лайв работали. Я в последний момент, вот если посмотреть из-за ворот камера, которая показывает, нам показалось, что нарушения не было правил. Юрий. Я считаю, что было нарушение. И для меня это тоже совершенно однозначно в этом эпизоде. То есть мы приходим к тому, что здесь все-таки судейская бригада, сообща в общем количестве, так или иначе совершила... Если бы это было в Англии, это бы не было нарушения. Почему? Сам дают бороться, и фратарем борются люди. Нет, господа, если бы мы были в Англии, и арбитр бы этот гол засчитал, то, извините меня, высказывание на уровне едва ли не мата и угроз, что я вот сделаю, потому что я член федерации, или член исполкома, это наверняка кончилось бы на него завтра же повесткой в суд, на самом деле. А у нас, у меня такое впечатление, что уже практически все высказали, что против них играют все. Вот у меня такое впечатление, что заговор все против всех. Ну вот смотрите, если говорить по этой игре... И не каждый уверен, что обижают только ее. Ну не будем об Англии, действительно, не в ту сторону уйдем, потому что у нас тут есть обвинение арбитра в коррупции, что он закоррумпирован, есть при этом гол, который, мы приходим ко мнению, забит не по правилам, забит с нарушениями, да. Но в принципе, если посмотреть на весь матч Жапченко, вот сложилось впечатление, что он был несколько нервным. Это тот самый Жапченко, который несколько туров назад с абсолютно с таким спокойствием терминатора послал Олега Блохина на трибуны досматривать матч, удалил его со скамейки. Вот здесь какой-то был нервоз. Вот, допустим, назначение пенальти. Давайте посмотрим этот эпизод сейчас. Здесь Жапченко сразу назначает пенальти. Мы здесь не можем видеть четко, что же все-таки произошло. Было нарушение или не было? Мы здесь не можем определить что-то. Может, была какая-то задержка, но хорошо, что здесь выручила Наталья Ярочинская. Да. Но ему нужно было не спешить, сделать паузу, посмотреть или сначала. Вот, с паузой. Это претензии, которые действительно стоит принять внимание. Да, а он как-то быстро очень поспешил назначить этот пенальти. Так вот я и говорю о какой нервозности. Я об этом и говорю, что он тут же назначает пенальти. Нужно обдумать этот момент сначала, прокрутить его долю секунды. Посмотреть на ассистента, а потом уже назначать. А он как-то поспешно очень здесь назначил. Я согласен с тем, что нервозность имеет место быть. Я с Александром, пожалуйста, соглашусь. Потому что это очень показательный такой лакмус хороший, да, этот момент на самом деле. А я хотел еще, можно добавить, но я не понимаю, какая нервозность. Это простая игра. Для Жапченко это простая игра. Какая тут может быть нервозность. Я понимаю, у Мажеровского была нервозность, да, там, в этой игре. А это простая игра для судейцев. Но она была достаточно такая контактная, поэтому простая ее не назовешь. Ну, смотрите, о чем еще был разговор, да. Олег Бабаев говорит о большом количестве карточек, да. При этом, опять же, возвращаясь к его очень серьезным обвинениям. Обвинение в коррупции, на мой взгляд, это как спорный фолк штрафной. Здесь либо нужно показывать карточку за симуляцию, либо нужно ставить 11-метровый. То есть, здесь в равной степени ответственность может лечь как на сторону обвиняемую, так и на сторону, которая обвиняет. Потому что речь идет о том, что кто-то кого-то коррумпировал. Мы сейчас очень быстро в экспресс-режиме пройдемся по карточкам. Вот просто по карточкам. Их было в общей сложности 7. Две из них на счету далку. Вот начинаем с карточки Чеснокова. Здесь дает Жапченко карточку. Срыв атаки. Сергей, очень быстро, если нужно. Ну, тут абсолютно правильно. Видите, задержка явная. Тут вопросов нет. Следующий эпизод. Далку. Ну, тут, может, Жапченко поддался на это падение. Вот у нас футболисты любят... Давайте, давайте, вот сейчас. Он бьет по ногам. Ну, ударил, да. Ну, ударил. Но здесь можно было ограничиться устным предупреждением. Не спешит здесь. Он не грубо ударил. Да, был удар по ноге. Он рвет, он футболку рвет. Ну, нет, здесь я не согласен. Здесь можно было устно... Вот, смотрите, как он рвет, вот держит. Ну, таких моментов в игре мы насобираем 15-20. Третья карточка. Ребенок. Он предупреждает устно футболистов. Футболисты бегут, схватившись за друг друга, тут же карточка. Вот эта карточка мне абсолютно непонятна. Ну, это приведет, да. Как и вторая, между прочим. Как и вторая. Это тоже не карточка. Эпизод Курилов. Якобы опасная игра. Ну, я не знаю, насколько она здесь опасная. Да, может быть опасная игра, но... Ну, есть намерение какое-то. Есть намерение. Но без карточки. Опасная, понятно. Понятно, но... Но намерение было. Или вот следующее. Не было контакта с ногой. Да. Сапай получает. Да? Ну, честно говоря, здесь тоже таких... Это вот как раз уже про Англию, Игорь Гамула. Это вот как раз про Англию. Да, это было бы странно. Вот Марковский. Здесь абсолютно правильно. Здесь абсолютно верно. Здесь абсолютно верно. Тут без вопросов. Итак, видите, мы насчитали уже... Таким образом у нас получается, да, что Чесноков получил по делу, Марковский получил по делу. По всем остальным карточкам, ну, действительно... Была еще одна. Далк уже был выдворен с поля после как раз того, как он стал бы выказывать возмущение. Я не считаю. Мы сейчас не смотрим эту карточку, мы увидели... Давайте мы еще одну вещь скажем, так сказать. Выступление было без просмотра всего матча, я так понимаю, да. Первые две даже вот у Сергея вызвали. Обязательно нужен повторчик, потому что с трибуны можно не увидеть.